Канал «Аурора» дал интервью адвокат Николая Платушкина Александр Обозов. Сейчас в интернете во всё обсуждается вопрос, есть ли донос на Николая Николаевича, и если есть, то кто его написал. Сразу скажу, в этом интервью ответ на этот вопрос, скажем так, обозначен, но он не дан. Суть интервью. Первым вопросом было, что вменяется Николаю Николаевичу. Вменяется много чего, ответил адвокат, а что именно лучше зачитать. Действительно, и на память, и на слух такое сложно, скажем так, запомнить и воспроизвести, если ты не какой-нибудь особый гений. Вот как это звучит. Ему вменяется, что он вступил в сговор с неустановленными лицами из числа участников общественно-политического движения «За новый социализм». К спланению и вовлечению лиц в свершении массовых беспорядков в субъектах Российской Федерации, сопровождающихся насилием, паромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказания вооруженного сопротивления представителю власти посредством публичного распространения заведомо ложной информации о принимаемых мерах, по обеспечению безопасности населения, территории, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, период распространения в Российской империи новой коронавирусной инфекции. Вот так вот. Возникает, естественно, вопрос, который был задан. Каким образом погромы и поджоги связаны с распространением коронавирусной инфекции? Адвокат сказал, что здесь вообще между собой ничего никак не связано и не имеет никакого отношения к Николаю Николаевичу. На что вы надеетесь, как защитник? На то, что ему с его коллегой удастся доказать, что обвинения против Николая Николаевича несостоятельны. Могут ли сторонники Платушкину здесь помочь? Прежде всего, морально. Оказывая моральную поддержку, и многие ее уже оказывают, он очень удивлен, как много таких людей сразу возникло, в том числе тех, которых он лично знает и от которых он ничего подобного никогда не ожидал. Назначен ли уже суд? До суда еще очень далеко. И кроме того, у него есть право подать апелляцию на изменение меры пресечения домашний арест. На более мягкий, как я понял, на подписку, а не вывезти. И кроме того, вообще-то теоретически не факт, что дело здесь вообще дойдет до суда. Есть ли шанс, как выразился корреспондент, дело развернуть? Прогнозы здесь какие-то дать трудно, поскольку дело политическое, и самое главное, развивается оно невероятно быстро. По новому законодательству получается, что люди, участвующие в незаконных выборах, незаконных митингах, других акциях и так далее, не могут никуда баллотироваться. Грозит ли это Николаю Николаевичу? Если он будет осужден, то да, грозит. И, видимо, для того это все и затеяно. Ну и главный вопрос, известно ли, кто написал заявление, и каковы там формулировки? Пока неизвестно, но, значит, известных, ну, есть предположения всеобщеизвестные, кто его написал, озвучивать он его не будет. Но как только в его руках это будет заявление, он не видит, что его мешает его обнародовать, и также назвать имя лица, которое это заявление написало. И он подчеркнул, страна должна знать своих героев. Ну, а теперь давайте посмотрим интервью. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанция «Аврора», программа «Право слово». Сегодня на связи Александр Алексеевич Абузов, адвокат Николая Николаевича Платошкина, который сейчас, как известно, задержан, находится под домашним арестом. Александр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что все-таки вменяет Николаю Николаевичу? Ну, Николай Николаевич много чего вменяет. Вот в данном случае передо мной лежит постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, где указано, что ему вменяется совершение. Ему вменяется совершение. Так, начинаю просто зачитывать, потому что по памяти это вообще не запомнишь. Он вступил в сговор с неустановленными лицами из числа участников общественно-политического движения за новый социализм и склонение, но и вовлечение лиц к совершению массовых беспорядков в субъектах Российской Федерации, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих любых веществ, предметов, представляющих опасность для окружающих, оказанием вооруженного сопротивления, представителю власти, посредством публичного распространения заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, территории, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан в период распространения Российской Федерации, новой коронавирусной инфекции. Это вот, скажем так, основное, то, в чем он обвиняется. Александр Алексеевич, вот вы можете как-то прокомментировать, каким образом вообще по логике могут быть связаны организация неких вот поджогов, погромов и далее по списку и распространение коронавирусной инфекции? На мой взгляд, это совершенно не связанные между собой события. Вы знаете, здесь, честно говоря, вообще ничто между собой не связано, и тем более это никоим образом не связано с Николаем Николаевичем. Так, то есть это скорее вопрос к законодателю? Это не к законодателю даже, знаете, здесь, наверное, к правоприменителю больше вопросов, потому что вопрос еще законодательный, не только законодательный, но и правоприменительный. Сейчас, знаете, как бы обсуждать такие вот научные материи, я думаю, наверное, дело неблагодарное. На что вы надеетесь как защитник? На что я надеюсь? Ну, что я надеюсь? Надеюсь, что моими стараниями, стараниями моего коллеги нам удастся сделать все возможное для того, чтобы доказать то, что он необоснованно привлечен к уголовной ответственности. Но сразу оговорюсь, здесь все-таки мы имеем, скажем так, дело, извините за тостологию, не с оригинальным, но, скажем так, не с рядовым делом. И поэтому здесь может быть какой-то еще и политический подтекст тоже. Скорее всего, он даже есть. Поэтому здесь строятся какие-либо прогнозы по делу, где кроме общего уголовного вопроса, есть еще и политический вопрос, но оно очень сложно. Александр Алексеевич, на ваш взгляд, простые, сочувствующие, в том числе участники движения «За новый социализм» и просто разделяющие какие-то взгляды Николая Николаевича, каким-то образом могут помочь в этой ситуации? Ну, я думаю, что поддержка, моральная поддержка, она всегда может помочь. И, кстати, вот с удивлением для себя даже, да, я, в принципе, давно знаю Николая Николаевича, и с удивлением для себя, когда произошла вся эта ситуация, мне начали звонить, мне начали писать сообщения мои друзья, ну, скажем так, которых бы я никогда бы не заподозрил в том, что они являются приверженцами Николая Николаевича. Вот, и для меня даже было это каким-то открытием, что, оказывается, эти люди в душе, в душе, но, в принципе, думали точно так же, как и думал он, когда он объяснял народу все происходящее в стране. Вот, то есть, меня это, ну, приятно, наверное, все-таки удивило. Да, согласен, сейчас многие люди, наконец-то, так скажем, приходят в себя, начинают оглядываться по сторонам, интересуются политикой. Александр Алексеевич, суд уже назначен, какие дальнейшие действия? Ну, до суда еще очень-очень далеко, потому что, смотрите, сейчас идет предварительное следствие, да, вот. Единственное, что суд ближайший какой будет, это я в понедельник подам апелляционную жалобу, буду обжаловать избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста, но на какую дату будет назначена судебная разбирательская, это уже апелляционная инстанция, Московский городской суд, естественно, я в данный момент сказать не могу, потому что, ребята, еще неизвестная жалоба еще не подана. У нас последний срок подачи жалобы, это как раз понедельник. Вот, а что касается основного суда, ну, во-первых, надо, чтобы еще до суда дело дошло, а когда дойдет уже, ну, там будет видно, если дойдет. А каковы ваши прогнозы? Каковы шансы, что удастся дело развернуть на еще предварительном этапе? Не хочу делать никаких прогнозов, потому что здесь, я еще раз говорю, дело очень непростое, даже не в плане, что оно непростое именно с самой фактуры, а в плане непростое по основанию его возбуждения. Потому что, ведь вы смотрите, дело было возбуждено буквально на следующий день, после того, как он во всеуслышание объявил, что он станет лидером партии, ему предложили возглавить уже существующую партию, и что он будет баллотировать. То есть буквально там на следующий день или через день, сейчас в один день могу ошибаться, вдруг возбуждается уголовное дело, после возбуждения на следующий день ему приезжают делать обыск, в этот же день его допрашивают в качестве подозреваемого, в этот же день ему предъявляют обвинение, в этот же день его допрашивают в качестве обвиняемого, в этот же день уже после рабочего дня, это 18.30, его везут в суд, там уже ждет судья, происходит рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. То есть вот все было сделано так быстро, ну я бы не ожидал, честно говоря, вот такой прыти от наших правоохранителей, ну от наших правоохранителей, от нашей судебной системы, потому что в обычных, вот в каких-то других делах это все растягивается на несколько дней. Александр Алексеевич, а ведь совсем недавно обсуждался законопроект, насколько я знаю, он принят, о том, что как раз люди, кто участвовал в митингах каких-то незаконных и тому подобное, я так понимаю, что как раз эта статья, которую вменяет Николай Николаевич, она тоже подпадает, что они никогда не смогут уже куда-либо баллотироваться, избираться, такой вот железный занавес, я правильно понимаю? Если он будет осужден, даже, в принципе, не по этой статье, там достаточно, как говорится, осуждение, насколько я помню, за любое преступление, за умышленное преступление, да, то он действительно, да, к сожалению, не сможет никуда баллотироваться, не сможет никуда избираться, и там, насколько я помню, даже после того, как наказание будет отбыто, там, по-моему, чуть ли не 10-летний запрет еще, не 10-летний срок еще, я сейчас могу ошибаться, потому что я, честно говоря, только вот так, краем глаза посмотрел это изменение в законодательстве, но, к сожалению, это так, и, в принципе, это может быть как раз, это опять мое предположение, но одним из оснований, скажем так, для того, чтобы это все было затеяно, чтобы его лишить возможности избираться и быть избранным. А известно ли, кто вообще написал заявление, или что послужило причиной разбирательства следствия над Николаем Николаевичем? Ну, смотрите, причиной возбуждения уголовного дела послужило постановление следователя о возбуждении уголовного дела, а что явилось причиной вынесения данного постановления, я сказать не могу, потому что я не видел документы, скажем так, которые послужили, мне они не были предоставлены, а материалами дела, которые были предоставлены в суд для избрания меры пресечения, эти документы отсутствовали, там только документы начинались с постановления о возбуждении уголовного дела. То есть меня это как раз вопрос очень интересует, потому что подписчики моего канала, они видели то, что меня самого не так давно вызывали, и мне показали бумагу, и я ее тоже зачитывал перед подписчиками, о том, что причиной разбирательства отношений меня стали жалобы неких лиц, у которых нет никакой там права на экспертизу, то есть это обычные граждане, я не понял, это сотрудники МВД или просто гражданские лица, может быть какие-то студенты-практиканты юридических факультетов, которые, отсмотрев мои ролики, они решили, что некие мои цитаты могут как-то неправильно быть кем-то истолкованы, то есть, что называется вилами по воде писано, и результатом этого сначала меня таскали в следственный комитет с попыткой возбудить уголовное дело, уголовного состава не нашли, теперь вот жду суда по административному составу. Я надеюсь, что все-таки у Николая Николаевича тоже, когда дойдет дело до суда, если оно дойдет, все-таки станет известно, кто написал заявление, его формулировки, на каком вообще основании это все происходит? Смотрите, дело в том, что в силу закона адвокаты и, естественно, обвиняемые имеют право ознакомиться со всеми материалами дела, что называется, от корки до корки, после того, как следственные действия по уголовному делу будут окончены, да? Ну, то есть, по окончании предварительного расследования. Поэтому, по окончании предварительного расследования, естественно, мы эти документы увидим, если они были, потому что, вот, скажем так, от некоторых третьих лиц я периодически получаю информацию о том, что было все-таки заявление от одного физического лица. Ну, я сейчас не хочу, как говорится, принадлежность к какой-либо партии указывать этого лица, его фамилии, имя отчества, потому что это, опять, это только устная, как говорится, информация, лично этого заявления не видят. Но, по окончании предварительного следствия, мы обязательно этот документ увидим, и, в принципе, ничто не будет мне мешать его обнародовать, потому что... Да, как раз на нашей радиостанции сегодня выступал, похоже, то самое лицо, о котором мы говорим и которое мы пока что не называем. Страна должна знать своих героев, и рано или поздно она узнает, естественно. Спасибо вам за позицию, Александр Алексеевич, спасибо, что защищает Николая Николаевича Платошкина, мы его поддерживаем, мы вас благодарим и поддерживаем. Всего вам доброго, дорогие друзья, дорогие друзья, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на Радио Аврора, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!